добрый вечер дорогие друзья коллеги единомышленники все кто вы там есть по ту сторону экрана наконец мы с вами собрались с этим за этим мероприятием вот надеюсь что сегодня у нас все будет нормально хотя вот я еще буквально полчаса назад настраивал интернет как-то нас вот преследует почему-то с течения обстоятельств определенные но суть не в этом так запись пошла спасибо сегодня помогает алексей дьяков и там видимо кто-то еще есть из моих ассистентов по есть похоже да олег сошников кто-то там запустил спасибо ребята я заранее вас поблагодарю что вы мне помогаете здесь и пойду дальше значит вы знаете с чего начать даже и не знаю всего так вроде бы много и очень много вопросов я сейчас сразу начали чтобы не забыть потом может быть я в суете не отвечу мне буквально час пришло от балента варга значит вопрос на английском языке он задает вопрос который значит следующее что вероятно ли что например дивиденды могут выплачиваться до того когда выйдет на биржу акции будут выведены конечно могут ведь акционерное общество существует капитализация она сама по себе существует это большой плюс если например декларируется в документах ну скажем отчет не отчеты вернее обзора состояния предлагаемых акций на открытых свободных акций на открытой бирже что даже уже дивиденды выплачивались и это большой очень серьезный плюс так что это абсолютно возможно и это всем следует учитывать и так давайте пойдем дальше что мы сегодня много очень вопросов к прошлому разу было вопроса плюс еще добавилось я отвечал тут люди спрашивали у меня буквально приходилось отвечать еще и рекоментировать то что в интернете происходит и вот по этому поводу я поэтому по всему хотел бы с вами пройтись но давайте полезно всегда понимать где мы находимся смотрите дорогие друзья я просто напоминаю кто и кто не обращает на внимание рекомендую всегда относиться к любому делу системно значит смотрите вот здесь все продукты которые в рамках нашего проекта как бы но являются которые мы должны или могли бы или вернее запланировали в процессе даже не изначально изначально было их меньше юни винда не было юни байка не было вот были средства для передвижения городского транспорта грузового транспорта вот он был первоначально только и не трак и были значит высокоскоростной которого который вот здесь показан теперь добавилось в процессе проекта теперь то что светлым обозначено это еще находится как бы в процессе все что темное то уже скажем готова к использованию большинство из этого всего производится уже в нашем производственном цехе для этого достраивается большой там до 10 тысяч квадратных метров производственной площади еще вот это все мы можем увидеть услышать и об этом говорит юницкий этом об этом говорят наш информационный канал но вопрос в том что идет сейчас кропотливая работа вот по этой части и по этой вы если вы заметили сейчас который ролик показывали перед нашим началом как разминочная скажем информационная лента то там бегал уже такой вот юни винт по по трассе в к технопарке так что работы идут и недалек тот момент когда и это без средства передвижения его можно и транспортным и скорее все это все-таки средства передвижения не транспортное средство есть нюансы почему некоторые вещи и не байк это тоже не транспортное средство средства передвижения вот но она будет Оно дает возможность разнообразить выполнение задач, которые возникают по проектам, и это очень хорошо, что наш ассортимент широкий, уже изначально в процессе сертификации, как бы, эта задача выполнена. Смотрите, первоначально вообще не было задумано передвижение контейнеров, но в процессе работы выяснилось, или, скажем, сертификации этих видов всех транспортных, выяснилось, что это очень большой рынок, есть большая потребность, и не решив ее, мы очень сильно ограничим наши бизнес-возможности. Поэтому было принято решение генеральным конструкторам, и в разработку было взято дополнительно. Это правильно, это даже больше, чем очень правильно. Таким образом, мы это понимаем, что там, где мы есть, где мы еще есть, смотрите, мы еще там, где уже масса, это только маленький фрагмент сертификатов, патентов, различных от Китая и до Соединенных Штатов Америки, включая, там, Беларусь, Россию и Евросоюз, страны Евросоюза. Несмотря на то, причем, насколько вот у меня ума хватает и опыта, я, по крайней мере, что-то посмотрел, то большинство из них очень рационально сделаны патенты, которые запатентовано там, их надо, как вы знаете, кто знает, не знает, неважно, что патенты надо повторять через какой-то период, это затраты. Вот, и сделано самое рациональное, что необходимо нам на период, там, до 2021, до 2022 и так далее. Это все повторяется, этот процесс непосредственно, непрекращающийся весь жизненный цикл, сколько будет существовать Скайвей, вид транспорта. Так что эта работа тоже делается. Я почему здесь показываю эту картинку, потому что в процессе сотрудничества по нескольким ранее давно начатым, так называемым, пилотным проектам, у чиновников одной из стран возник вопрос, а можете ли вы показать сертификаты. И когда мы стали с юристами разбираться, я уже, наверное, в прошлый раз говорил, но я повторюсь, что есть сертификаты, которые представляются только непосредственно конкретному проекту, является их, этого неотъемливой частью проекта и не подлежат публикации. Вот, такие сертификаты, скажем, 60 или 70 процентов, я так прикинул, в нашем проекте они таковы из тех, которые мы сейчас имеем. Поэтому, 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 это надо тоже учитывать. И это очень важно знать. Теперь смотрим дальше. Давайте начинаем с вопросов. А, вот еще. Я обещал, что я расскажу корректно, было бы, приехал я из Вьетнама, вот, причем в Сингапуре была встреча тоже, мы побывали с Франтишком Соларом и в Сингапуре, с инвестором. Вьетнам с возможным, возможным инвестором, у которого есть большой интерес проинвестировать. Ну, а там есть свои заморочки. Ну, процесс идет. Что касается Вьетнама. Во Вьетнаме, начну с того, что была встреча, хотя, но она, трудно сказать, что примарно, что секундарно, что вторично, что первично. Значит, была встреча, две встречи были с инвесторами, причем не широкие какие-то конференции, были встречи, рабочие встречи с группой лидеров. Теперь смотрите, группа лидеров собралась, представьте себе картину, насколько серьезно относятся наши партнеры во Вьетнаме ко всему процессу. Значит, на улице 44 градуса тепла, мягко выражаясь, воздух вообще вот не продышать. В помещении, значит, кондиционер там, он практически не работал, были вентиляторы только. Люди три часа, причем собралось почти 200 человек, причем приехали, скажем, самые далекие, откуда было, когда вот человек, как бы, познакомил, он сказал, что приехал за 400 километров. Во Вьетнам, вы знаете, что Вьетнам такая длинная, там, 1500 километров страна, раскинувшаяся такой, как бы, кишкой вдоль побережья морей и океана. Море и океана, да. Вот, и поэтому вопросы, очень много было вопросов, три часа мы работали с ними, они остались очень довольны и сказали, причем их больше всего воодушевило то, что они являются, на первом месте находятся уже четвертый месяц подряд, подряд, из регионов, которые дают самые большие, то есть они на первом месте по объемам инвестиций, которые дает регион. Причем, когда мы первый раз были с Франтишеком в сентябре месяце, то первый топ-эксперт в этой стране, значит, получила значок девушка, молодая девушка, сейчас их там уже почти, вот 15 должно быть сейчас зафиксировано, 15 топ-экспертов, только одно в Вьетнаме за это время, то есть 14 добавилось. Я могу одним-двоем ошибаться, но суть не в этом. Важно порядок, на котором находится уровень работы во Вьетнаме. Это так вам для информации, чтобы вы понимали, что мы не сидим где-то вот здесь вот в своем замкнутом кругу и думаем, что теперь дальше делать. Работа разворачивается очень серьезно, причем серьезным является именно то, что несмотря ни на что, на свой страх и риск мы сейчас готовим, значит, так называемый возможный пилотный проект или подготавливаем его исходные данные, ведем исследования, предварительные там проработки возможных инвестиционных, значит, ходов. Там есть инвестор, частная компания, вот это Холонг, город Холонг и провинция также, она несколько иначе называется провинцией, где он находится, вот, и там тоже была встреча с инвесторами. Но, что касается возможного проекта, идет подготовка, мы продвинулись дальше, сейчас просто надо домашние задания выполнять и подготовить для головной компании обзор, первый, так называемый, исследовательский, что, значит, подлежит ли этот проект, ну, скажем, возможной разработке, или же он останется пока на уровне, так называемой экспертной оценки и исходных, выработке исходных данных по этому проекту. Вот такая работа ведется сейчас, ну, как бы во Вьетнаме, и не только во Вьетнаме, есть еще целый ряд таких мест. В этот период мы побывали и в Литве, до, буквально за пару дней до вылета во Вьетнам, были с нашими экспертами, были в Литве, смотрели там тоже очень интересный проект, который местное самоуправление готово заказать, вот, на Куршеской косе, чтобы полностью прекратить движение автотранспорта. Сейчас паромами он передвигается, много туристов, много автобусов, а это Куршеская коса, это национальная, находящаяся под охраной ЮНЕСКО, уникальное явление природы. Вот, и поэтому там по инициативе местного соуправления, они создали, значит, с нашей помощью рабочую группу, которая начнет там эту работу вести. Там очень много что надо делать, до того, как, ну вот, пускай они там потихонечку, как бы, развивают эту идею и свыкаются, срастаются с технологией Скайвей. Они в нее влюбились, это факт, и это тоже большое достижение. Когда мы строить будем, это другой вопрос, сегодня ничто быстро не строится, и мы в конце еще, если будет время, немножко покажу вам снова, чтобы вы понимали, что такое проект. Это не так, что поп-раз, и у нас все сложилось. Тут много что надо еще делать, но важно то, что много делается, и не просто делается безрезультатно, а с результатами. И это очень важно. И теперь давайте к вопросам. Мне показывать сейчас фотографии особо вам нечего, потому что там были просто рабочие встречи. Ну, а сидящего меня и Франтишка Солара, или Франтишка Солара и меня, и там пожимающего руки друг к другу с потенциальным частным инвестором, это же компания. Именно компания, она частная компания, руководитель и владелец этой компании, он очень сильно проникся этим проектом. Вот это в Холонг провинции, в городе Холонг, в Вьетнаме. Чтобы вы понимали, где он находится, это как раз там очень много островов, почти 4000 островов, и если кто видел, а большинство, наверное, видели кино «Аватар», то там висячие вот эти так называемые острова или объекты в пространстве, это как раз все острова взятые оттуда, использованные киномотографистами. Пойдем тогда дальше, друзья, по вопросам. Тут есть много, что обсуждать. 13 этап 11 июня закончится. Июня. Это вопрос, да. Не 13 этап закончится, заканчивается подэтап. Он уже закончился. Так, и мы перешли, или переходим, перешли, значит, уже на последний подэтап. А 14 и 15, когда закончится? То есть человек там задавал вопрос. Я с 2014 года покупал акции и в капитале по... А, капитале, значит, по желанию там и по, скажем, своему желанию инвестировать. Значит, суть в том была у человека, вопрос, что там длинная история рассказана, мне об этого листа не хватило, что нужно поднимать детей, там дети, как бы личные дети заболели, поднимать внуков надо и так далее. И человек заинтересован в продаже. Я уже говорил, или в каком-то выкупе начнется акция. Я уже говорил, что компания и Анатолий Эдуардович Юницкий в первую очередь думают о таких людях и предложение будет сделано. Но его можно сделать, и я, вот как я это делаю, понимаю, я не даю никаких гарантий, но я понимаю таким образом, поскольку это в различных беседах высказывалось, что имеет смысл делать уже в каком-то одном ключе. Этим ключом является как раз разрабатываемая и находящаяся в последней стадии апробации платформа блокчейн Skyway. И тогда можно будет в этой логике, будут, не можно будет, а скорее всего будет подготовлено предложение инвесторам, которые инвестируют, тем более с 2014 года. То есть это очень лояльные инвесторы, которые находятся в каком-то таком, ну вот, скажем, состоянии и пожелания, имеют пожелание, сколько-то там продать, чтобы выкуп произошел. Вот, и это будет предложено. Так что ждите, это уже вот буквально недалеко. Пожалуйста, расскажите еще раз про структуру организации компаний, разделение между ними акций и характеристики самых акций. Я на это дело, значит, посоветовал, что прослушайте прошлый вебинар, но я очень быстро сейчас еще раз действительно покажу. Ну, значит, смотрите, друзья, технология, чтобы она жила, были созданы, значит, основы для того, чтобы инвесторам можно было бы инвестировать или кредитовать проект. Проект Скавей, проект, значит, сертификации технологий, строительство эко-технопарка и сертификации технологий. Ибо если технология не сертифицирована, грош цена всей той оценки, которая была сделана имуществом Global Transport Investment. Ее оценили экспертно, но ее оценили тоже с условием, что технология сертифицирована. И тогда это реально, что здесь 400 миллиардов долларов ее так называемая ориентировочная оценочная стоимость. Исходя из этого, были созданы Евразия Нарелского Систем Холдинг, Холдинг 2 и Холдинг 3, поскольку эта компания для того, чтобы начинать процесс, выпустила простые и привилегированные акции. Привилегированные акции она вложила вот в эти три компании разными путями, и эти привилегированные акции являются акционерным капиталом этих компаний. На этом основании эти компании имеют, скажем, право выпустить свои акции. Они владеют привилегированной акцией этой компании, а сами выпустили простые акции. То есть они имеют бы акции этих компаний, сами выпустили простые акции. Но поскольку там других акций нет, то это просто простые акции. Но, скажем, в понимании можно сказать, что возможно когда-то в будущем что-то будет, но тем не менее. У них просто акции, ну назовем их А, чтобы понимание многим понятнее, что есть простые акции А, есть привилегированные А, хотя может быть и наоборот, кстати. Это как компания решит. И они как раз используются, часть акций, 50% минус одна акция из этой компании, 50% минус одна акция из этой компании, 50% минус одна акция из этой компании. Предлагались, предлагаются, эти предлагались, поскольку исчерпаны. Сейчас предлагается третий Евразийный Рейдс Кэрс Систем Холдинг, третий компаний. А свободные акции должны сохраниться. Зачем они нужны в этих компаниях? Global Transport Investment должен их сохранить или эти компании сами должны? Потому что Global Transport Investment, и мы с вами знаем, что эти свободные акции будут выведены в определенный момент, будут выведены, когда будет все подготовлено, на открытую международную биржу в процессе так называемой процедуры IPO, то есть публичное размещение в открытом рынке. И мы, владельцы, будем просто ждать, как это дело там пойдет. Вот, и таким образом инвестор, да что ж такое, я прошу прощения, друзья. Эти акции, значит, они являются залоговыми акциями, и мы все являемся, кто кредитуем, являемся акционерами раз, два, три, третий компаний. Скорее, Capital в этом случае является, с одной стороны, он является агентом для инвесторов, он предлагает процедуру, что он оформляет всю эту сделку, когда инвестор инвестирует в GTI. И он же предлагает и проводит процесс, процедуру, как средства, оказывается, в Global Transport Investment. Для чего эти деньги Global Transport Investment? Он их инвестирует в ЗАО «Струнные технологии», которая является, в принципе, компанией, 100% принадлежащей ему, и другие компании. В данном случае другой компании подходит и инновационный парк в Шарже, значит, инновационный парк Скайвей. И поэтому все 100%, они все 100% принадлежат. Единственное, что в Шарже она принадлежит несколько иначе, там 60% принадлежит Global Transport Investment, а 40% нашим арабским партнерам. Вот, поэтому они вкладываются, средства вкладываются сюда, и они обеспечивают процесс сертификации технологии для вывода ее на международный рынок. Потому что в этом мы все заинтересованы. И таким образом этот процесс идет. Значит, есть еще... Теперь, пока вот этот вопрос задавался, наша компания подготовила два ролика, где идет разговор об акциях и о дивидендах. Вот рекомендую человеку, который задавал этот вопрос, это тоже еще раз прослушать. Будут вопросы, общайтесь, задавайте друг другу и развивайтесь. Когда мы можем рассчитывать на первые дивиденды и по компании? Ну, вы знаете, я уже устал об этом говорить. Еще раз скажу, что является критерием. Я не могу вам сказать, это будет через месяц завтра или через два года завтра. Дивиденды будут тогда, когда я уже показывал, что является основой для дивидендов. В конце еще раз покажу. Основой для дивидендов является... Я покажу сейчас вам, что является основой для дивидендов. Смотрите, дорогие друзья, что источниками дивидендов являются проекты строительства Transnet. То есть все проекты, которые строятся. Блокчейн-платформа Skyway, которая создается, она тоже источник, скажем, накопления средств, доходов. Компании GTI. Сколько процентов? Неизвестно. Это как будет решено. Но в любом случае отсюда средства поступают. Экотехнопарк и инновационный парк объединенных парк. Да, они будут функционировать. Они же как при продаже, например, очень наглядно продаются машины. Ну, например, Toyota. Компания Toyota или ее какая-то дочь или какой-то партнер владеет этим. И это является, кроме продажи автомобилей, кроме ремонта автомобилей, является еще и работа этого представительства, является еще тоже источником доходов компании, которые поступают владельцам этой компании. Теперь компании по эксплуатации транспорта Skyway. Здесь мы точно знаем, что заложен принцип и закладывается принцип в будущем. Предположим, построена трасса там, допустим, из Москвы, Санкт-Петербург. Эта трасса принадлежит всем, 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 всем. Компания, извиняюсь, компания, которая эксплуатирует, она принадлежит там различным группам инвесторов. Но Skyway, Global Transport Investment, закладывает туда как минимум 25% своего участия. На основании чего? Первое, это то, что проекты, которые строятся, вот эти проекты, в них не закладывается прибыль, которая обычно большая прибыль. Там закладывается абсолютно, так называемая, операционная прибыль, не более. И компания Global Transport Investment не на строительстве зарабатывает, она заранее декларирует партнерам, что меня интересует участие в эксплуатации. Поэтому я гарантирую, что строительство будет проведено по всем нормам, технология будет запущена. И поэтому, пожалуйста, я резервирую от 25% предмет переговоров и так далее, резервирую. Все, и это есть отсюда, это как большая-большая копилка, куда накапливаются средства. Теперь, когда накопилось какое-то количество 100 единиц средств, и наступает период, когда год прошел, наступает период, оттуда исключили все расходы, появилась чистая прибыль. Вот из этой чистой прибыли, прежде чем что-то еще с ней будет делать, в первую очередь отделяется 20% на все покрытия всех этих компаний. Евразия, НРСК, Ави-Системс, Холдинг 1, 2 и 3. То есть на уровне вот этого все вот эти компании, каждая компания, в зависимости от того, сколько в ней привилегированных акций, она получает свои средства. Два, это есть сумма дивидендов между ними, в каждой компании есть своя сумма дивидендов, и она соответственно передается уже инвесторам в проекты и инвесторам, которые владеют вот этими акциями. Вот откуда идут суммы дивидендов. И теперь вопрос в том, когда будут дивиденды, если вы задаете, трудно сказать, значит, будет ли это через месяц. Скорее всего нет, потому что процесс идет, значит, так как он идет, по бизнес-плану мы уже говорили, я не буду сейчас повторяться, и поэтому надо это понимать. И трудно сегодня сказать, и из кого-то вытягивать, когда это будет. Будет я здесь, в этом случае, когда вы рассчитаны на первый дивиденд. Я лично, лично я, насколько у меня, значит, ну я такой достаточно оптимистичный человек, но тем не менее, я думаю, что я не сильно, значит, здесь переоптимизирую, ну оптимизмом, значит, не сильно обладаю, потому что я собираюсь в 2021 году основательно опереться на те дивиденды, которые я как владелец тоже инвестор, владелец этих самых залоговых акций, Евразен и в первом, и в втором, и в третьем, значит, получить дивиденды и сменить свое транспортное средство на более современное. Вот, и IPO компании. IPO компании, я уже говорил, анализировал, и тут размышлял, и разглагольствовал, кто как, кому как приятнее понимать, что, значит, процесс этот пойдет, и я так думаю, что создание этой блокчейн-платформы, оно достаточно сильно может это поддержать, и ускорить этот процесс, в первую очередь, и накопление средств, помните схему, которую я вам сейчас показывал, накопление средств для дивидендов может очень хорошим источником быть, хотя в первую очередь он должен служить, платформа блокчейн, в первую очередь должна служить накоплению средств для проектов, которые осуществляет Skyway, но я не исключаю, что это может дать источники для дивидендов, и выход на IPO, поэтому вот есть как есть. Когда начинаем работать на бирже с токенами, если не знаете, просьба узнать, значит, никто этого точно не скажет, но в ближайшее время я так на бирже, значит, смотрите, там дальше есть тоже вопрос, который человек задавал, таки мне прямо письмо прислал, я буду еще, но здесь я скажу так, что на бирже, скорее всего, у нас будет своя личная биржа, что касается, скажем, системы Skyway, но не исключено, вот надо это понимать, что есть наша блокчейн-платформа, и она же является биржей, но она, скорее всего, в начале будет внутренней биржей, а в дальнейшем ее надо вывести на международный рынок, получить лицензию, иначе все операции с токенами останутся, ну, скажем, в нашем узком кругу операций. Чтобы они обрели свой вес, чтобы они имели бы вес при выходе на IPO, надо выходить на платформе нашей блокчейн, выходить, как бы становиться так называемой открытой международной биржей. Понятно, да? Вот, это мое такое, как бы экспертная оценка этого дела. Когда биржа начнет закончить свои, ну, я думаю, вот в ближайшее время, Дайко Феста, скорее всего, она закончится, должна бы закончиться, вернее, по крайней мере, мне так хочется, и есть у меня какое-то шестое или седьмое чувство, что это так и произойдет, потому что все знаки об этом говорят, но честно, открыто, пока никто ничего не говорит, когда это будет. Но мне сдается, что это так, ну, они успеют протестировать систему до того уровня, чтобы объявить, что она, скажем, блокчейн-платформа, подготовлена в основном к внутренней работе. Когда начнем работать? Так, ясно, да? Пятый вопрос. Сколько адресных проектов стартует в этом году и какая предполагаемая сумма? Вы понимаете, инвестиции предусматриваются на их осуществление. Хороший вопрос, с одной стороны, с другой стороны. Уже стартовал целый ряд проектов, они в работе. Ведь инновационный парк в Шарджи, это тоже адресный проект. Вот, он уже стартовал, он в прошлом году. В нем, в этом парке, по как минимум три проекта, которые стартуют в этом году, три. Вот, или вернее, они даже уже стартовали. Плюс, что такое старт? Если человек, который спрашивает, закладывает стартом то, что начнет проект, будет объявлен, начнет со строительства, я думаю, так, что вот, скорее всего, это несколько вещей, которые есть в Шарджи. И остальные все находятся в стадии проектной. Я прошу прощения, сейчас я выключу это дело. Почему же он у меня выключен? Прошу прощения, коллеги. Не слушается телефон. Произошло обновление, и функции не выполняются почему-то. Ладно, разберемся. И поэтому, значит, проекты, а суммы по этим проектам, ну, это трудно сейчас сказать, поскольку в работу строительства ни один из проектов пока не из тех, которые на подготовке, ну, не взят, а те, которые взяты, эти суммы известны. Можете пройтись по интернету, по информационным каналам. Известно там и выступления Анатолия Эдуардовича, и в других выступлениях, и в других источниках информации есть. Сколько там на какое-то, на что-то идет. Вот, значит, хочу всего благополучного, все наши желания исполнились. Вы знаете, мы все этого хотим, и это очень хорошее пожелание, ибо мы живем в таком мире, который мы сами создаем, с этим аппаратом, вот, и этим аппаратом. Мне не видно, я по сердцу стучу. Значит, и это очень хорошее пожелание. Я благодарю человека, который такой вопрос, или, вернее, не вопрос, скажем, а пожелание. Я его не случайно сюда запустил. Так, Владимир, скажите свое мнение, почему так мало подписавшихся, подписавших. Это было к прошлому вебинару, петицию, чуть более 20 тысяч. Значит ли это, что краудинвестинг, кстати, у нас не краудинвестинг, у нас даже не краудфаундинг, только у нас краудфаундфайнансинг, или крауд народное кредитование. В этом случае не работает. Причем тут подписавшиеся, подписавшие петицию, причем тут краудинвестинг, или неважно, что крауд. А те сотни тысяч якобы активных инвесторов, вы же понимаете, людям-то, кроме того, чтобы сидеть в интернете, Есть еще что делать. И от нас зависит, скажем, это знаете, как в любой партии. Вот свистните и сколько на выборы выйдет процентов. Поэтому это в любом социуме есть свои законы, сколько людей участвует. Ровно столько, насколько будет проведена работа. Поэтому была просьба, что обращайтесь, используйте различные каналы социальной масс-медией и разные другие дела. Поэтому активных инвесторов много. У нас растет количество. Количество стран растет. Но более чем миф, коих много. Никакого мифа нет в современном мире. По крайней мере, что касается Скайвея. Все тут нормально. Будет ли запуск блокчейн-платон до кофеста? Я уже об этом говорил. Я думаю, что вероятно будет. Но внутренний, скажем, запуск. Сейчас идет ее тестирование. Куда делись более четырех? А, ну вот это к этому же вопросу. Голосов наши петиции по онлайнеру к президенту Лукашевичу. Пару дней назад было набрано более 25, а сейчас 22. Вы знаете, это такие интернет-игры. Здесь я не случайно сейчас приведу вам вот это, что написано. Я какой-то день вам показывал книгу, рекомендовал, кто маломальски хочет понять. Она не очень простая, эта книга, но тем не менее ее надо правильно читать. Будущий ура. Книга называется «Будущее уже рядом. Четвертая мировая война». Андрей Курпатов написал ее. Он на хорошем таком информационном материале это все сделал. И он показывает, где мы находимся и куда мы можем прийти. И вот там оттуда я со страницы 356 зачитаю вам прямо, что говорит социолог Зейнеп Тюфекчи. Он показывает, что социальные сети уже сейчас обладают способностью. Заметьте, что он пишет. Формировать нашу личность и наши слабые места. Понуждают в социальной сети и формируют наши мысли, желания и мечты. И Курпатов добавляет от себя, что мнение фабрикует аналитические данные, которые там приводятся. Ими можно манипулировать как угодно. Сегодня у нас нет ни времени, ни цель нашего вебинара, но поверьте мне на слово, что можно хорошим примером, если кто-то читал или кто-то слышал анализ, как Дональд Трамп стал, благодаря чему Дональда Трампа вывели в президент. Абсолютно. Вот только вот благодаря всему этому механизму. Google, Facebook и другие. Агири, Дарпа и прочие там. Вплоть до Сирии. Значит, и поэтому это мощнейший срез, он очень сильно влияет на все, что происходит. Вот. И поэтому в этом смысле я здесь же отвечу еще на ряд вопросов. Значит, смотрите, там здесь я их не показываю, а мне прислали, одна из наших, из наших инвесторов, прислала запись, где она, значит, слушала разглобольствование, и где Skyway акции были взяты в пример. Значит, так называемый эксперт, женщина, она говорит, что там стучит себя в грудь и говорит, что она большой эксперт инвестиций в акции, там в различные, значит, активы. Вот. И, значит, между делом какой-то проект там рассматривает, а потом говорит, начинает разговорить, а вы знаете, вот в интернете предлагаются акции Skyway. И начинает играть, не разобравшись, что это за акции, кто предлагает, что о них говорится. И начинает говорить якобы как о акциях, которые находятся в свободном доступе на открытом предложении, ну, мировой биржи. Не разобрался, а облил грязью, как говорится, и осадок очень сильно остался человеку, который не разбирается. И поэтому вот человек, который мне прислал, говорит, как по этому поводу. Я и ответил, и хочу сказать, что когда вы слышите такие разглобольства, надо понимать, что, значит, с чем имеем дело. И когда человек этого не знает, кто слушает, он действительно думает, ты смотри, какие эти самые гаденыши, что они тут предлагают, это совсем не то, что есть. И причем там она приводит целый ряд примеров, вот. Но я, если бы я с ней беседовал, я ей сказал, вы знаете, что вы тут приводите примеры в открытом доступе находившейся, ну, на открытом предложении на бирже, находившейся акции. По ним рисков ровно столько же, если не больше, как и по акциям, которые у нас есть. Но с нашими акциями значительно проще, я потом буду там говорить, что является стержнем нашего, как бы, вот, ну, инвестирования. Почему нам тут не так сильно надо бояться всего этого дела. Вот. Поэтому, 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 идем дальше. И что еще, что касается еще раз интернета, Курпата, вот, что он там пишет и так далее, вот этой Натальи Валентиновна, значит, которую она прислала по ссылке. Я как раз напишу, что конкурентов в интернете, в интернет пространстве очень много. И демагогия это хороший способ. Да, вот эта женщина, она просто вот демагогию развела, как бы, якобы, вроде бы, да, действительно, да, в интернете Skyway там проскакивает. Но что, как, абсолютно не разобралась и о грязи облила. Вот. Поэтому, вот это надо очень сильно понимать. Потом рекомендации, рекомендую взвешивать риски. Они есть в любом проекте. Но в нашем проекте есть стержень. Это вот, если, ну, размышлять на этот, на этот счет, что обычно, ну, как можно это оценить? Что я могу потерять при самом черном сценарии? Каком-то самом черном сценарии. Ну, не знаю, какой-то такой, я не хочу даже его описывать. Какой-то просто вот черный сценарий, назовем его так. То есть, далее, значит, проинвестировал и делая все от себя, зависит, чтобы проект удался. И главное, не продуцируя негативных сценариев. Мы переходим жить в квантовое время, в квантовом пространстве, очень много что происходит. Это к тому, о чем я еще несколько моментов назад говорил, что и там было пожелание, что давайте благоприятным думать и предполагать благоприятное развитие проекта. Поэтому, как мы предполагаем, так мы и живем. И поэтому здесь, во-первых, сделай от себя все зависящее, и ты будешь честен перед проектом. Но в нашем проекте есть одно очень важный момент, стержень нашего проекта. И теперь при любом черном сценарии, что стержнем нашего проекта является технология, теперь предположите, что кто-то там вдруг что-то вздумал сделать. Эту технологию нельзя запятнать, это значит запятнать машину, которую я собираюсь вывести на рынок. Вы понимаете? Передернуть где-то, что-то сыграть. И поэтому каким-то негативным сценарием обмана инвесторов не может его быть. В первую очередь, этого не допустит сам Анатолий Эдуардович Веницкий. Он об этом неоднократно говорил. Вы представляете, что вот я, скажем, уже давно мог бы продать все это дело и где-то на Багамах жить. Но цель не в этом, вот. И технологию просто вот, скажем, цель-то технологии, чтобы она работала на мировом рынке, чтобы она продуцировала средства для следующих стадий развития транспортной системы. Транснета транспортной системы, околоземной транспортной системы и так далее. Поэтому и во вторую очередь это похоронит проект с любым, будь то арабы, будь то американцы, будь то русские, кто угодно. Кто посетнет на обман инвесторов. Все, заройте эту технологию. Ее никто больше скажет, а, это, это, нет, все, давайте с этим заниматься. И уже будущего развития не будет, понимаете? Поэтому здесь, здесь надо быть очень, очень внимательным. И когда-то, какое-то время назад я показывал, что является стержнем проекта. А здесь просто повторился. И тут у нас три единый продукт. Мы как раз используем для того, чтобы технологию оживить, мы используем кредитование. Для этого используем залоговые акции. И проект начал жить. Он живет с 2014 года и он продвигается. Понимаете? И где он сейчас находится? Он сейчас находится там, где, значит, смотрите. Мы пришли к тому, вот 2019 и 2021 год. Завершение основных сертификаций. А что было здесь в 2014 году? Только идея. Бизнес-план, финансовый план. Строительство проектов. Развитие технологий Skyway. Ввод блокчейн-платформы. Выход на ICO подготовки по отдельным проектам. Да. И тут надо себе еще раз понимать. У многих каша в голове. Все говорят, все думают, что тут или ICO, или IPO. Нет. Блокчейн-платформа будет предполагать различные инструменты токенизации. Наша блокчейн-платформа. Но есть проекты, если их не возьмет, значит, наша блокчейн-платформа, это не мешает провести финансирование проекта где-то кому-то, кто хочет что-то строить, получить деньги и заказать у Skyway, у Global Transport Investment. Понимаете? Вот. Поэтому выходы на эти, может быть, он может привлекать блокчейн-платформу нашу к этому процессу и так далее. Создание основы транспортной сети Transnet. Это важно, ибо это является источником, это является источником, как вы видите, вот этих доходов. Вот что очень важно. Поэтому здесь надо очень четко это понимать. И самое главное, что, или одно из главных, это легально и динамично сейчас, что нам надо обеспечивать? Легальное и динамичное финансирование проектов через блокчейн-платформу Skyway. Вы не представляете, как плохо финансы двигаются. Мировая финансовая система находится, вот она завалится. Ввод новых проектов развития технологий Skyway. Создание системы отбора и обслуживания проектов. Вот основные направления до 2021 года. Мы находимся в 2019 году. Вот. И здесь, значит, вернусь обратно к вопросам. Я так разговаривался, что я не смотрю, что здесь пишется в чате. Сейчас я посмотрю. Значит, всем привет, привет, привет сначала. Всем еще ляне, в ролике об акции ошибки есть. Лучше не смотреть. Новикова Татьяна, Москва. Аж какие там ошибки в этом ролике есть. Я его вроде слушал. Там есть кое-какие оговорки, но они не принципиальные. Акции. Какие акции? Ну, акции, значит, доли. Доля – это является вся количество акций, которые у вас находятся, по идее. Понимаете? Ну, фактически так. Регистрируется что у вас? Доля регистрируется или акции? Ну, очнитесь уже, друзья. Вы не первый день в проекте. Гиблое дело. Не знаю, что там гиблое дело. Кто там так думает? Или надежда. Петиция не открывалась у многих. Ну, не открывалась, ничего страшного. Какой адрес компании реестр поддержателя? Значит, Игорь, вы опять прослушали. Была, она есть на Кипре, но сейчас эта компания, потому что очень дорого оказалось средства держать. И какая разница, значит, находится ли у реестра держателя акций или находится у реестра держателя является Евразия. Нарелск Авиа Систем Холдинг, как таковой. Первый, второй, третий. Разницы нет. Потому что важно будет это вывести на международный лицензированный реестр держателя, когда мы будем выходить или на ICO, или на IPO, или же, значит, что-то будут какие-то операции делаться. А до этого не имеет смысла этих тупых денег платить. Там очень дорого стоит. Всякое введение, всякое изменение. Потому что я это знаю прямо даже просто по себе. Я, может быть, рассказывал, может быть, и нет. Что даже отдельному инвестору держать акции в этом реестре очень дорого. Понимаете? Это требует определенной затраты. Мы об этом тоже еще сегодня поговорим. Так, какой адрес компании реестр? Петиция подписана сейчас. Ну, отлично. В Швейцарии как-то развивается адрес. Суходоев рассказывал. Ну, Суходоев там рассказывал вам про проект, значит, и я рассказывал вам во время от времени. Там с этим проектом такая вещь, что с финансированием, значит, партнеры там передернули немножко моменты. Буквально после Зальцбурга мы с Франтишком Соларом были в Будапеште, встречались с теми партнерами, высказали свои оценочные моменты, как можно дальше идти. Ну, вот сейчас, как говорят, мяч на их стороне. Посмотрим, что они ответят. Хотя, в принципе, проект там неплохой. Почему арабы еще не выкупили оставшуюся долю? А зачем, Игорь? Зачем им выкупать? Во-первых. Во-вторых, нам это невыгодно. Понимаете? Елена, об этом мы говорили на предыдущем вебинаре. Да, правильно. Правильно. Спасибо, Елена. Запрещено доли называть акциями. Ну, кто запретил? Ну, наругает. Причем Клиницкий, значит. Я сам отвечаю за свои слова. Я прекрасно понимаю, что является долей. И, поверьте мне, я неоднократно даже в прокуратуре уже, как бы, побывал, в польской прокуратуре, которая задавала мне в течение шести часов вопросы. Я знаю, что чем называть в международном понимании. Долей, еще раз повторяю, долей является весь пакет акций. Это доля в компании. Остальное является акциями. И как ты их называешь, никого не касается. Она является внутри фирменная акция. Понимаете? Поэтому надо думать просто, где вы говорите. Но мы-то находимся в своем пространстве. И мы между собой можем об этом говорить. Что фактически, что у вас... Откройте свой кабинет. Откройте свой, значит, перечень того, что у вас находится. И вы увидите, что там зарегистрировано. Номера чего? Доли или акции? Акции. И давайте на эту тему больше не говорить. Запись будет, будет. Значит. И суть не в этом сейчас. Называй ты его как хочешь. Самое главное, что в результате будет. Значит. Здесь же мы говорили про проект. Так. Дальше. По бирже... Значит. Сейчас вот. Это тоже там был вопрос. Длинный-длинный вопрос. Я из него выхватил выписку. Хочу кое-что прокомментировать. По бирже... Человек пишет. По бирже сейчас еще можно сделать какой-то выбор. Он разглагольствует там. Так. Ну, он достаточно по-доброму разглагольствует. Это хорошо. Поначалу предполагалось, что это будет децентрализованная биржа. А кто сейчас говорит, что что-то иное предполагается? Она будет внутри Скайвеевская биржа. Но она не биржа, а платформа. Это разные вещи. И она может выйти в статус международной биржи и сама являться платформой, которая играет роль биржи своих проектов. И другое дело, если эта платформа или какой-то проект выйдет на какую-то биржу другую. Понимаете? Сейчас было сказано, что это будет чужая биржа. Опять-таки, чужой биржей можно воспользоваться в каком-то отдельном проекте. И я больше чем уверен, 99,9% что проекты, которые делает Скайвеевская, она будет делать через свою платформу, блокчейн-платформу. И это факт. Для этого она и делается. То есть у нее есть основа, фундамент. Это вся блокчейн-система управления всеми коммуникациями, всеми автоматизированными системами, всеми учетными задачами самого проекта Скайвей и самой системы Скайвей. И на этой платформе это есть капитализировано. Это очень дорогая вещь. И на ней, то есть капитализация идет. И на ней будет создана так называемая токенная часть, которая будет оперировать с различными инструментами, финансовыми инструментами на основе токенизации. Вот. И поэтому это надо понимать. Что я имею в виду? Разговоры о дивидендах, продаже акций сразу пересекаются. Да никто не пресекает этого, когда вы выходите. Разные вещи. Вы понимаете, есть акции или доли, теперь вот как мне сегодня поправляли, да. И есть токены, разные вещи. Привязаны акции или токены к акциям или не привязаны? Много будет зависеть от этого. Сегодня я не знаю. Но вероятно, что будут привязаны на каких-то условиях. Вот. И никто не мешает. Когда будет выведена акция на IPO, никто не запрещает их продавать. Что там? Какая продажа акций? Пожалуйста, прошли 180 дней с момента открытия на бирже торгов с акциями Skyway. Или Евразия, наверное, Skyway Systems Holding, да. Свободными акциями. И все, пожалуйста. Продавай свои акции на бирже сколько угодно. Или сколько у тебя есть, или сколько у тебя ума хватает. Правилами. Что я имею в виду? Разговоры. Это понятно. Кто знает, как и когда будет происходить. Да, пока неизвестно, когда. Но ни разу не был задан вопросом, а что же будет после? Ну, что будет после? После будет. Слушайте, опять-таки, смотрите, что бывает с акциями после. Идет процесс. Идет капитализация. Колеблется их стоимость, биржевая стоимость. Выше, ниже. Намного выше, чем номинальная стоимость. И так далее. Поэтому надо понимать, о чем идет речь. Не путайте все в одну кучу. Не скидывайте все в одну кучу. Продавивши акции не на требуемую сумму денег, а что происходит с дивидендами. А, вот. Там был, опять-таки, такой сложный вопрос. И оттуда высадят. Дадут их полностью. А мне нужна часть суммы. Что с остальным делать? А, все ясно. Там человек пишет, что суть вот в чем, что продал, вроде бы, ну, как бы, предполагает, он размышляет, что в России, он находится в России, да, он продает какие-то акции. А что происходит с дивидендами? Продал акции. Если ты их продал, дивидендов не получаешь. Вот и все. Значит, выдадут их полностью. А мне нужно так, да, дивиденды выдаются, как правило, полностью. А если тебе кто-то есть, неважно, что ты там, это тебе выдали, а ты уже с ними делаешь, что ты хочешь. Это святая. С них уже сняты определенные, значит, налоги по стране, в которой находится эта компания. Ты, значит, декларируешь в своей стране, в которой ты являешься резидентом. Разница есть, если там больше оплачено, то тебе никто не вернет. Если меньше, там есть нюансы, когда могут компенсировать. Есть, но если ты меньше там заплачено по компании, то ты меньше получаешь. Так что, таким образом, это такой процесс достаточно, ну, надо слушать и ролик. Каждый пакет акций имеет серийный номер. А, вот, еще человек путает. Каждый пакет акций имеет серийный номер. Не пакет акций, дорогие друзья. Вы посмотрите внимательно. Номера акций. Пакет акций – это доля. Да, согласен. Но в каждом пакете есть номер такой-то, по номер такой-то. Это значит, что там столько-то акций. Понятно? Вот. И дробить его не позволят. Почему не позволят? Вы говорите, что вот от сотой акции по 150-ю, пожалуйста, и от 22 тысячи… Первый по 22 тысячи 25-ю акцию. Все. Ничего дробить не надо. Это в реестре, это сложно там будет потом делать, но это вполне реально возможно. Номера у всех акций есть. Пакета… И вот человек там рассуждает, что после пакетов 300 тысяч акций, если они идут там, он не допускает, но вариант выгодный для себя, вариант, что 300 тысяч долларов, и что с ними делать? Акционеры заявляют, ну что хотите, то и делайте. Там есть нюансы, я не буду сейчас разбирать, что можно делать. Как говорится, давайте доживем до этого момента, тогда разберемся. Значит, зачем декларировать риски? Сегодня мне человек написал письмо, я включил этот вопрос. Что значит вообще, что значит в декларации о рисках такое понимание? Зачем декларировать риски? Нужно декларировать. Это говорит о том, что компания открыто говорит, что у любого дела это венчурный проект, то есть рисками проект, и какие риски она видит теоретически и практически. Они обычно пересекаются в большинстве. Итак, вот, что значит в декларации о рисках? И там задается вопрос. Риск наступления события, который влечет за собой потерю средств, превышающую инвестицию. То есть, ну, проинвестировав там тысячу долларов, да, надеялся там на доходы какие-то, все это дело накрылось, ну, вот по каким-то причинам. Риск есть? Есть. Теоретически есть? Есть. Поэтому его надо обязательно оббить. Вот, какие еще могут быть издержки, то есть риски, что еще потерять? Можно различные судебные издержки, их никто не возместит. Экспертизы, которые, значит, оплаты содержания акций, о которых я уже говорил, в каких-то реестрах там и так далее. Значит, в том числе в Международном электронном реестре, когда мы туда войдем. Расходы связаны с печатью акций. Если вдруг кто-то захочет, это уже сейчас. Многие заказывают, потом говорят, а кто мне эти риски возместит? Условно говоря, не будем сейчас продацировать. Но это есть еще, значит, средства, которые затрачиваются. Если вдруг что-то случается, то их тоже никто нигде никогда не возмещает. Это теоретически так есть. Это чтобы понимать, что это еще такое. Там человек задал вопрос, а что это так называемые средства, превышающие инвестиции? Вот это средства, которые превышают инвестиции или как бы сопутствуют. Так, что-то там у нас еще вопросы возникли сейчас. Сергей, так, что за ответ про арабов? Почему нам не выгодно? Ну, значит, что за ответ, совершал нас медиа Сергей Илюшинов? Значит, дело в том, что вы же понимаете, что, предположим, вы араб. Да? И, ну, вот, ладно, не буду я вас, араба, перекричивать. Значит, любой крупный инвестор, а нужно сюда сейчас проект где-то больше сотни миллионов, значит, он очень сильно будет диктовать свои условия. Понимаете? А нам невыгодно становиться миноритарными акционерами. Вот хотя бы только поэтому. То есть вопрос таков, понимаете? Там торговаться, поэтому правильный, стратегический идти и только какие-то отдельные вещи, отдельные проекты, а не технологию. Смотрите, мы выдержали технологию практически до 14 этапа. Дальше идет уже торговля. И особо, значит, скажем так, зарезервировали арабы. И они говорят, при наступлении таких-то условий, значит, мы готовы к конкретной проекту инвестировать. И это нас вполне устраивает. Ну, вот, более подробно. Я сейчас не хочу сегодня больше комментировать. Тут надо просто сидеть, разбираться на схемах. Я тоже не понял. Все же только и ждут выкупа всех долей и закрытия парнивой. В смысле, нам не выгодно. Ну, дорогие друзья, значит, вот я вас не понимаю. Значит, вы проинвестировали. Ну, и что, значит, рассчитывайте этот проект. Это пишет, скорее всего, человек, который вчера посеял картошку и сегодня уже хочет с этой картошки картофельный суп варить. Понимаете? Да, есть, кого-то прижало. Будет выкуп. Понимаете? Что такое закрытие корневой? Закрытие проекта, а не закрытие корневой. Закрытие, значит, эти акции. Нам-то выгоднее, проинвестировав, вывести их, значит, на биржу и тогда их продавать. Если кого приспичило. Ну, подождите немножко. Понимаете? Их большинство. Ждать-то можно что угодно, если не понимаешь. И большинство, когда начинаешь у тех людей, которые ждут, спрашивают, они не понимают вообще, во что они вложили, как они вложили, что это такое. Откуда деньги взять? Это, значит, пирамиду, что ли, построить, с вашего позволения? Да, можно построить. Но это, пожалуйста, не к нам. Не к проекту SkyVay. Игорь, это у вас так корабль, волна? Там уже есть, я не смотрю. Елена, не запрещено благодаря их инвестициям закрыть. Ну, значит, Владимир, не совсем так. Не благодаря их инвестициям 12 этап закрыли. Закрыли благодаря тому, что были заранее сделаны работы и не понадобилось только средств. А они проинвестировали, скажем так, они не проинвестировали, они внесли землю, которую не понадобилось выкупать. Вот их инвестиция. Средств, как таковых, скажем, на стол денег не положено. С дивидендов. Конечно, платят. Компания платит сначала, платит с дивидендов наших инвест, ну, как бы акционеров дивидендов. Она плачет и после этого перечисляет дивиденды только. Владимир Маркович, всегда поражаюсь вашим терпением. Порой такие, простите. Ну, Татьяна, бывает. Ничего не поделаешь, но каждый вопрос ровно до того момента является кривым, пока на него не ответили. Я сам не разобрался. Понимаете? Нет интернета, ну, ничего не поделаешь. Правда ли, что две корнеопоры на прошлой неделе в Дубае провалились в песок? Не знаю, я там не был. Бездонную глубину с этим же контрактом. Нет, я об этом не слышал, но я был только вот сегодня ночью, прилетел из Вьетнама, значит, вот, и я этого не слышал. Это, знаете, мало ли, что на рынке говорят, а связано с продлением, связано с тем, что подрядчики, вот насколько я разобрался, когда мы были в Дубае, в Абу-Даби, что, или в Шарже, что подрядчики там напортачили, хотя все задачи выполнили правильно, но они не посмотрели, там у них другие, как бы, нестыковка была технологии, что они там ослабили конструкцию анкерной опоры, анкерного здания, анкерной опоры. Вот это надо теперь там залатывать, этот бардак, которые они там сделали. Через личный кабинет могут акции купить, хоть миллиард раз, например, по миллионам. Ну, не понимаю, что вы хотите, но, так, Татьяна Север, будьте терпение к людям. Так, все, значит, смотрите, дорогие друзья, дальше. Об этом говорил, об этом говорил. Ну, практически я все вам и рассказал. Просто хочу повторить еще, смотрите, вот сейчас мы в этой фазе вообще проекта «Сковей», в этой стадии, фазе до 2020 года. 15 этапов, плюс еще будут работы выполнены, как вы уже видели в самом начале, я показывал, больше значительно. Да, вот, и это является основой выхода сюда. То есть, что такие за новые технологии проекта «Сковей». Это начиная от гумуса и заканчивая, значит, суперскоростной линией. Ну, это уже следующая фаза проекта. Нам надо здесь разобраться, начинать развиваться, начинать наполнять, начинать наполнять вот всем, по всем из всех этих источников средства сюда, чтобы пошли бы на дивиденды, пошли бы средства компании «Жити Ай» на развитие. То есть, 20% она отдаст, а 80% на развитие пойдет. Зачем ей? Карман положить? Нет. Это все идет для вот сюда перехода. Понятно, да? А дальше еще дальше. Поэтому, дорогие друзья, я был рад с вами встретиться. Я смотрю, что многие уже устали сегодня меня слушать. Лето. Поэтому следующий вебинар должен быть в следующий четверг. Посмотрим. Мы должны в следующий четверг быть в Минске. Там будет мероприятие одно. Вот. Постараюсь выйти в 19 часов ненадолго, на 30-40 минут на вебинар. И кое-что вам рассказать интересно оттуда. Вот. А сейчас я вас благодарю. Желаю вам всем доброго здравия. Вот. Стремление познать тот проект, в котором вы находитесь. Тем, кто еще это не сделали. Тем, кто это сделали. Значит, успехов вам лично, вашим семьям. Будьте терпеливы, будьте благополучно мыслящи, ибо квантовое пространство воспринимает то, и мы живем там, как мы думаем. И до следующих встреч. Спасибо. Продолжение следует.